В Свердловской области есть своя маленькая Швейцария. В деревне Корзуновске разводят коз уникальной породы, выведенной в предгорье Хальп. Уральские фермеры получают ежегодно более 100 тонн молока, а скоро начнут производить козий сыр. О пользе символа наступающего года Павел Чумаков. Ветеринар Людмила Яшкина к своим козам заходит ежедневно проверить, все ли здоровы. Вот, хорошая, умница, здоровая, настроение хорошее, небо дается сегодня, да? Ласковые прозвища на ферме дают всем животным. В стадии более 700 коз, и каждой, в зависимости от характера, нужен индивидуальный подход. Они сытые, все довольны. Если они голодные, они все орут, кричат. Вот они сейчас все сытые, они все молчат, на вас смотрят, видите, они послушные. С маленькими обращаемся как с детьми, а с большими как со взрослыми, и ругаем их бывает. Зааненские козы одни из самых крупных в мире и по праву занимают первое место среди молочных пород по высокой продуктивности и хорошим удоям. Родина этого вида – небольшое местечко Заанен, в швейцарских Альпах. Первых обитателей фермы привезли сюда совсем маленькими. С тех пор выросло уже не одно поколение коз. Уникальная порода, потому что это именно молочная порода. Их норма молока в день идет 3-4,5 литра. Но есть которые до 5-6, и есть рацион хорошим кормления. Зааненские козы очень дружелюбны. Агрессивность им не свойственна. Животные легко сходятся с людьми и просто обожают детей. По словам специалистов, внимание этим козам требуется даже больше, чем людям. Только чрезмерная любовь и ласка повышает количество удоев, а главное – делает молоко намного вкуснее. Кстати, оно в несколько раз полезнее, чем коровье. Давайте попробуем. Действительно, очень вкусно. Молоко прекрасного качества, с отличным вкусом и без неприятного запаха. Кстати, дурной запах у зааненских коз вообще отсутствует. Ферма, открытая в 2005 году, стала первой в области, где занимаются разведением коз в таких масштабах. Производство молока здесь поставлено на поток. Подобные производства сейчас особенно важны. В условиях импортозамещения надо многое производить самим, не надеясь на зарубежных партнеров. Об этом заявил Евгений Куйвышев на недавней пресс-конференции. Так что вместо итальянского каприна или греческого фета, уральцы скоро смогут продегустировать свой местный сыр. В ближайших планах фермеров строительство цеха по переработке козьего молока. Павел Чумаков, Павел Леонов. События ОТВ.